План ликвидации шейха Киллеру из Азербайджана передали через УАЦАП. В ближайшие дни в Европе состоится встреча криминальных авторитетов, где будет обсуждаться не рождественская елка, а самая вероятная версия нападения на Гастамирова. Рамила Ибрагим Халилова, спутник Азербайджан. Азербайджанец, покушавшийся на жизнь криминального авторитета в Амстердаме, оказался уроженцем Джалилабадского района, сообщает спутник Азербайджанца с ссылкой на информированные источники. Стали известны любопытные детали предварительного расследования покушения на убийство вора в законе 41-летнего чеченца Хамзата Гастамирова, известного в криминальном мире как шейх Хамзат. Об этом сообщили спутник представители азербайджанской диаспоры в Нидерландах и источники, приближенные к криминальным кругам. 23 декабря на оптовой овощной базе Стайфу от Грау Полдинг, расположенный по адресу Ниэлланд Парч 121 29 52 ДБ Альбласердам, около трех ночи неизвестные лица, вооруженные двумя пистолетами Глок и автоматом Калашникова с глушителем, напали на Гастамирова и его охрану. Однако, в результате оперативных действий охранников исполнители были обезврежены. Один злоумышленник был ранен в ногу, другой – в бедро. Полицейский наряд, прибывший в этот момент на место происшествия, задержал нападавших и увез в участок. А между тем, полученные в ходе расследования детали очень скоро выведут следствие на заказчиков покушения. Следствие показало, что часть координации покушения осуществлялась по мобильному приложению WhatsApp-оператора сатовой связи «Мегафон» с территории Северного Кавказа. Второй координатор нападения находился на территории Берлина. Изучение камер наблюдения службы безопасности оптовой базы показало, что исполнители заказа наблюдали за шейхом Хамзатом два месяца и четыре дня. Все это время они под видом водителей фур въезжали на территорию базы и делали свои наблюдения, изучали график передвижения криминального авторитета. То есть, слежка велась с 17 октября этого года. Каждый раз киллеры выезжали на базу на различных автомобилях. Исполнители поменяли шесть различных марок автомобилей. В ночь на 23 декабря исполнители приехали на двух автомашинах. Изначально было шестеро исполнителей. Однако, увидев хорошо налаженную работу охраны вора в законе, четверо из них скрылись на автомашине марки BMW. Затем подельники бросили автомобиль в отдаленном месте, потому как прекрасно понимали, что машина засветилась на объективах камер наблюдения. Сегодня амстердамская полиция располагает двумя автомобилями киллеров – Opel и BMW. Что касается самих задержанных, то известно, что чеченец, уроженец Урус-Мартановского района Чечни, получил серьезную травму бедренной кости. Азербайджанец также во время нападения получил перелом челюсти и травму ноги. В настоящее время полиция ведет поиски остальных четверых злоумышленников. Пока следственные органы Нидерландов будут выяснять мотив преступления, в ближайшие дни в Европе на праздновании Нового года соберутся криминальные авторитеты, но обсуждать они будут не рождественскую елку, а самую вероятную версию нападения на воров в законе Гастамирова. Потому что накануне просто жизнь и безопасность чеченца, а многомиллиардная европейская казна криминального мира. Несколько воров в законе уже съехались в Европу. Тем временем, любопытные параллели были проведены информатором «Спутник», приближенным к криминальным кругам. Так, похожий тандем против шейха Хамзата наблюдался в 2013 году сразу после убийства окрестного отца российской мафии Аслана Усаяна, деда Хасана, убитого 16 января. Тогда рынки Зеленограда полностью и частично Солнечногорска контролировал вор в законе Равшин Джаниев, он же Равшин Ляньки Аранский, убит 18 августа 2016 года, контролировал через своего ставленника Ульфа Татагиева, или Руфа Генджинского. С этим не могли смириться дедовские, в частности, племянник деда Хасана Тимур Свердловский, Звид Белиский, Азманов, и Гоги Питерский. Джаниев понял, что может потерять контроль над рынками Зеленограда и направил к азербайджанским предпринимателям своего крестника Руфа Генджинского с тем, чтобы он представил им нового смотрящего за положением шейха Ханзата. Клан, возглавляемый Тимуром Свердловским, и соратники последнего решили с выгодой использовать пришествие шейха Ханзата и предложили ему определенные привилегии в обмен на Руфа Генджинского, который на тот момент был чуть ли не главным подозреваемым в убийстве деда Хасана. Дедовские хотели заполучить его, чтобы наказать за убитого крестного отца. Состоялась встреча шейха Ханзата с Тимуром Свердловским, Звидом Белиским и Гоги Питерским, где, кроме вышеупомянутых, присутствовали также Гелани Алиев, Гелани Седой, и Надир Салифов, Лоту Гуле. Последние двое обозначили свое присутствие через телефонную связь и своих людей. На встрече шейх Ханзат заявил, что Кодекс чести горца не позволяет ему так подло поступать со своими людьми и отказал Тимуру Свердловскому в просьбе. Однако, участь Руфа Генджинского была предрешена. В конечном итоге свои же земляки выдали его полиции. Ульфа Татагиева арестовали и посадили, обвинив в убийстве криминального авторитета Ильгара Джабраилова по прозвищу Данабаш. Окружение чеченца связывает покушение на Гастамирова с его быстрорастущим влиянием в криминальном мире, поскольку он дружит не только с постсоветскими авторитетами, но и итальянскими, турецкими, албанскими и американскими мафиозными кланами. По словам источника, в физическом устранении шейха Ханзата заинтересованы в первую очередь враги Ровшина Лянки Аранского, которые понимают, что, если не сейчас, то потом будет поздно. Теперь только окружение Гастамировой начинает понимать, для чего вора в законе Азиза Батукаева привезли в Чечню и почему так демонстративно расправились с его коллегой Захарием Калашевым, шакры молодым. Но об этом в последующих наших расследованиях.